Добро пожаловать в интерьер-центр Тандем. Это единая площадка, на которой собраны товары для отделки стен и пола. У нас вы найдете все, чтобы сделать интерьер своего жилья оригинальным и комфортным. Сегодня узнаем больше о коврах, какими они бывают, и постараемся развеять некоторые мифы об этих очень красивых домашних аксессуарах. Ковры – это художественные текстильные изделия, которые предназначены для украшения и утепления дома. Самые теплые и шерсти с них, пожалуй, начнем. Шерстяной ковер – это теплое, натуральное изделие. Порой для прочности добавляют синтетические нити. При должном уходе оно прослужит вам долгое время. Шерстяные ковры способны собирать влагу в сырых помещениях, но сохраняют тепло в холодных комнатах. Один из самых устойчивых и безосновательных мифов утверждает, что ковер – это источник пыли, аллергии. Но это не так. Канадские и шведские ученые доказали, что шерстяные ковры даже улучшают качество воздуха в помещении. Ковер действительно притягивает пыль, но в отличие от твердых напольных покрытий, он удерживает пыль в своем ворсе и не дает ей подниматься воздух. Из всей ковровой пыли для контакта доступно не более процента. А вот жидкость натуральное сырье впитывает лучше, чем синтетика. Так как же мне все-таки отличить натуральную шерсть от синтетики? Это шерсть, а это синтетика. Как ни крути, окраски у шерстяного ковра менее яркие, чем у синтетики. Это действительно так. У синтетики, напротив, все очень ярко. Шерстяное волокно, в отличие от синтетического, упругое, непослушное. Убираем влажной рукой ворс, а теперь я его подожгу. Ой, а пахнет-то как жженой овчиной. Жженой овчиной. Шерстяные ковры устойчивы к износу, но изделие не дружит с морью. Андрей, я слышала, что первое время у шерстяных ковров вылезает под шерсток. Да, это может длиться первые 2-3 месяца, но не более. Эти ковры рекомендуется регулярно пылесосить. Влажную чистку делать только холодной водой. Более глубокая чистка раз в год и лучше, чтобы ее сделали специалисты. Так как же все-таки лучше проверить качество шерстяного ковра? При сгибе ковра структура не видна. Это означает, что ковер качественный. Андрей, а синтетические чем отличаются от натуральных? Прежде всего, более низкой стоимостью. Вискоза – синтетический гипоаллергенный материал. Не электризуется, имеет небольшой вес. Визуально ковер из вискозы трудно отличить от ковра из натурального шелка. Что это за материал? Очень похоже на шерсть. Это акрил, синтетический материал. Он действительно похож на шерсть. В большинстве таких ковров применяется смесь шерсти и акрила. У них стойкая окраска. Изделие гипоаллергенно, поэтому подходит даже для детских комнат. Ковры позволяют сохранить тепло, не боятся моли, и для чистки поверхности можно применять воду и даже специальные средства. Срок службы этого материала – 5-6 лет, так как со временем этот материал теряет волокна. Андрей, мы обсудили все виды синтетических материалов? Нет. Самый популярный вариант – полипропиленовое волокно. При более низкой цене эти ковры дадут фору более дорогим изделиям. Они отталкивают воду, пыль и грязь. На уборку таких ковров придется тратить минимум времени, а выглядят они очень красиво. Самые дешевые – из БЦФ волокна, которое не прошло термическую обработку. При тепловой обработке полипропилена получается волокно «Хит-Сет». Это весьма правдоподобная имитация шерсти, что позволяет создавать отличные ковры как с низким, так и с высоким ворсом. Цена чуть выше, но также весьма доступная. Да и прослужит такой ковер добрый десяток лет. Изделия антистатичны по своей природе, не вызывают аллергии. Из неких «Хит-Сет» можно получить еще один вид волокна – фрезе. Как видите, эти ковры очень оригинальные. Или знакомый многим ковролин, который имеет отличное звукопоглощение, и его можно сделать под любой размер. Он прекрасно подходит для помещений с интенсивным движением. И этот материал легко обрабатывается прямо в магазине. Андрей, существует мнение, что чем тяжелее ковер, тем он лучше. Это самое большое заблуждение. Главное в ковре – это плотность. Чем плотнее ковер, тем он качественнее. Для чего изучать ковер с изнаночной стороны? Это очень правильный подход к выбору. Фабричные ковры полностью совпадают с рисунком с изнаночной и с лицевой стороны, что крайне редко бывает с коврами ручной работы. Итак, выбираем то, что нравится, то, что отвечает нашим запросам качества, поддерживает общий стиль всего помещения. А вот натуральный будет ковер или из синтетики – решать только вам. На следующей неделе узнаем о том, как найти свою кухню. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!